Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и я продолжаю вот прям вот с того же самого момента, с какого и остановился в прошлый раз. В общем, как обычно, Мафия 2, мы едем следить за Лукой, за Лукой, который объелся Лука, и еще нас хотят штрафануть, мотивы. Окей, давай быстрее только и покончим с этим, давай-давай-давай. О, ты куда? Ты че так резво? Ох, человек прям денег хочет, он, наверное, не ел уже 10 дней, как минимум, потому что он прям так ломанулся, так ломанулся прям, да-а-а, отштрафовать, отштрафовать. Давай, получай свое бабло и ввали отсюда нахер, крохобор, ненавижу. Нельзя даже в машину врезаться, ну, я вон пострадал больше, у меня стекло выбито, ты видишь, какая у меня тачка, а там говно какое-то было. Ему бы выписал штраф за ущерб, так, тут светофоров никаких нет, все нормально, в принципе, там зеленый свет, по-моему, был. Главное еще сейчас не превышать, не превышать, не врезаться вообще, нужно быть в законопослушном мафиози просто. Как бы странно это ни звучало, а куда зеленое ведет? А, это я случайно поставил метку, я смотрю, какая-то зеленая дорожка куда-то меня направляет там, на этом крохотном GPS-навигаторе, думаю, это нехорошо вообще. Значит, налево, потом направо, потом направо, потом еще направо, и езда, 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 много езды, просто до звезды этой езды в этой игре. И, собственно, это хорошо, вот, не знаю, мне во второй мафии кататься, в принципе, нравится. Это, я как-то, когда начинал играть, я вообще думал, что мне это быстро остаебенит, но нет, вот я катаюсь, и мне доставляет удовольствие, действительно круто. Вот, как он ездит, автомобиль этот, черт, как отражается солнце даже на поверхности этого автомобиля, на его стекле заднем, на стекле боковом, на стекле перед, на любом стекле, на любой сраной поверхности, это приятно просто наблюдать. Машина Луки, классно, у него тачка, у него тачка неплохая. Слышь, да, что ты сам с собой разъяснил, дурак что ли? О, отлично, то есть, а если бы ты не сказал, о, отлично, то ты бы не понял, да, про себя, что это хорошо, что он вышел, наконец. Значит, нам нужно так ехать, чтобы он меня не заметил, в то же время нужно так ехать, чтобы мы от него не отстали потом. Ой-ой-ой-ой, он же сейчас начнет замечать, он уже, он замечает уже вовсю, вот, вали там, мудак, сзади. Он вон как, он вон как замечает, он вон как разогнался вообще. Хотя вообще, я не знаю, человек, который работает в мафии, он начинает замечать меня на таком совершенно идиотском расстоянии. Обычно люди хвост палят вот такие бывалые, а они его палят гораздо раньше. А тут мы должны практически ему в жопу врезаться, и только тогда на него начинает что-то доходить. Это странно, это как минимум странно. Следить за ним нужно будет прилично, мать его, судя по всему. Потому что я помню, куда нам нужно ехать, я эту миссию, в принципе, так припоминаю. И следить за ним нужно, блин, будет далековатенько. Так, ну, окей, раз такая фигня. Музыка, музыка такая, шпионская прям. Джеймс Бонд, почувствуй себя сраным Джеймсом Бондом. Витто Скалетто, он сейчас, наверное, сидит и такой... Я такой крутой, я слежу за каким-то, блин, тусатым, мудаком. О боже, куда вообще катится моя жизнь? Вот так бы я на месте Витто Скалетто. Погибу спроси, позвони ему, блин, на телефон. Что-то меня спрашивают, куда я знаю, как он собрался. Я понимаю, что он меня не спрашивает, он спрашивает себя, а он сам же не знает, поэтому... Как он себе ответит? Вот так вот. Так, стоп, стоп, тихо, тихо. Нехило, нехило он так разворачивается. Я просто думал, что... Прям раз, два и по... Я думал, он прям поедет, а он так резко прям перед поворотом. С чего ты взял? Этот Майк такой мудак, он связывается с кем угодно, как мне кажется. Кто деньги платит, с тем и связывается. Или ты думаешь, что у него там фейс-контроль какой-то у Майка перед свалкой стоит? Я сильно в этом сомневаюсь. Мне кажется, Майк связывается с кем хочет. Чудненько. Проехал. Проехал я практически. а это он уже сам он уже сам так паркует слышишь ты еще пойди там запаркуйся перед воротами вот ты дурак вообще вид это не хочешь немножко спрятаться что ты тут встал да не незаметно незаметно и поэтому ты свою тачку подогнал практически под сраный забор гений вообще красавчик так значит где-то тут есть тайный проход это точно вот не помню где она наверное вот вдоль этого заборчика чудного надо идти все нашел кстати прикол да почему нет прикол это так как бы лирическое отступление еще до того как я дошел до этой игры до этой вот миссии когда я в самый первый раз проходил игру в том в том плане что даже не в самый первый раз а в самый первый день я хотел сказать проходил игру я решил просто для интереса покататься тогда по городу по зимнему и по моему я нашел это место я тут начал бегать и я нашел эту канализацию ее даже удалось от открыть если я не ошибаюсь я там побегал то есть я тогда и до меня тогда сразу дошло что видимо тут какая-то миссия будет просто так такой фигни не настроит да ладно ты чё в тюрьме не привык что и как медленно он сразу стал ходить я бы на твоем месте вида как раз тут побыстрее бы ходил потому что чем дольше тут находишься тем больше тут вонять и не приходило это в голову какая собака где собак а там к далеко чуть паришься заткни шавка мозги растерял так если она шавка то как она может быть растерял она растерял и чувак ты что не знаешь отличие женского рода от мужского о крыска да да мечтал о такой жизни всю тюрьму да кстати вон журнал плейбой кого ты убьешь мясника хотя ну не на серьезно каким надо бы диодом чтобы заехать за стейком в страны мясо комбинат я бы заехал в закусочную за стейком использовать лестнице а вот и собачка чудная собачка давайте вспомним золотые времена postal 2 и возьмем м16 насадим на ствол кошку через жопу и простреляем эту собаку несколько сотен тысяч раз по моему неплохая идея в укрытии вот так вот а а окей о петр гланс привет хорошо озвучивает чувак мне он нравится это ты кому сам себе сейчас сказал или что что ты-то походу уж точно попался так нам нужно чтобы нас не заметили иначе людей фальконы убьют вот они собственно под конвоем их ведут как в какой-нибудь сраный концлагерь архипелаг мать его гулаг нам нужно теперь как-то выпрыгивать да 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 вот так вот так все я вспомнил потом по моему по трубам по этим то есть тут такая миссия достаточно прикольная на акробатически стелсовая играем короче в сэма фишера мы сейчас не поднимать шум или ваших товарищей убьют храпит какой-то идиот будем сейчас не спеша потихонечку пробираться по мясо комбинатику так так чудно а спасите своих выясните где их держит но как бы мы выяснили где их держит так что показали где их держит выяснили как как спасти надо наверное прятаться за все углы правильно да 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 вот мужик идет с бараньей ногой или со свиной ногой или с коровьей ногой с какой-то ногой чё я не слышу особо о чем не говорят да мне это не очень-то интересно огло глохнуть подкручивая аудио настройки тоже не очень хочется ого куда это я забрел мать его не общись сюда может быть да 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 мне сюда мне просто нужно подождать пока вот этот идиот пройдет а потом я раз и вот туда а во 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 все правильно правильно тихо-тихо так так ползи ой красота стелс такой не напряженный совершенно но прикольный хотя ну конечно это сложно назвать именно там прям стелс игрой это не какой-нибудь там тифни сплинтер сел какие еще есть я не hitman но в принципе принципе забавно ради разнообразия такое тоже иногда бывает приятно то есть не только бегаем стреляем но еще и прячемся вообще стелс я люблю оба уши заросли шабаш на сегодня хамят хамят друг другу ребята так тихо-тихо так тихо-тихо-тихо куда теперь надо быстро определяться наверное сюда не пойдет потому что хотя нет учет свете а все отлично пришел о боже но он не знает насчет такой злой какого дружка ты ему член от тебя поле что о чем прям злой гений о фрэнк из первой мафии фрэнк похож как откуда от тебя естественно боже он весь дерьме я прямо этого даже не заметил от стебал за стейком как и ты ох какой ты грозный вообще видал вот тут у тут у бровки еще нахмурь да да чё тут знать мафиозные разборки происходит что тут может происходить но хотя вообще вита изначально можно было бы узнать да действительно узнать вообще что за расклад во что-то ввязываешься но это вид и тут человеку объяснять что-либо полезно богу как бы долг сестры уже давно оплачено он все равно никак не угомонится и начинается начинается вот это вот параша нам искать совершенно полнейший какого хрена во первых вот что вот кто не может объяснить какого хрена они стоят и смотрят вот я сейчас буду пытаться так отходить вот пожалуйста вот стоит этот идиот стоит лука гурина и смотрит они смотрят как мы мутузимся почему они не могут взять пистолет и не могут меня пристрелить почему почему мы играем в какой-то сраный боевик силе сильвестра стал он и джан-клотта ван дамма такие дешевые фильмы класса c вот что это такое вот как это объяснить да он он прям радуется вообще так круто нет чтобы меня пристрелить просто они а дошло дошло наконец то что можно оказывается потрясающе о доигрались ребят он сам я это так это все так и было это не я мальчики мальчики хиральчики блин ребятушки мальч мальчики блин ребятки ого ого там кто-то долбит так так окей значит мальчики побегайчики блин я не могу отойти до сих пор от этой херни как как бафиозный босс называет своих приспешников мальчики мы просто какая-то жесть кого еще убить то я не понимаю а все давайте поговорим нет бедный фрэнки ну реально фрэнк из первой мафии мать забудем обязательно останешься тут будешь тут всю жизнь блуждать между сраных свиных ляжек такова твоя суть нихрена си немножечко нет немножечко не так я намеревался вообще все все это провести так 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 тихо тихо да блин не успел давай выглядывать давай выглядывать все красавчик теперь так одного за гандон или теперь 2 откуда он там вот с этой двери правильно выйдет давай давай открывайся и теперь и дети кто еще меня мог прислать уж явно не джо джо ты не настолько умен чтобы подозревать о таких вещах какой-то грозный кто-то такой вообще тебя знаю не не знаю так окей хорошо да я уже понял когда там откроется дверь то а вот она открылась замечательно когда в таком случае перефразирую когда кто-нибудь из нее побежит ого так тихо сейчас я опять ложанусь дважды по моему на одном и том же месте готов так второй раз-два слышь я тени малыш блин чего меня все время так называет какое в сраку малыш я здоровый мужик уже готов так а где томсон то был еще а да давай сейчас сейчас я раком раком становись сейчас будем искать наверняка найдем так куда нам идти слушай чувак не не говорит это слеток противно звучит честно вдруг кто-то будет это смотреть их хавать при этом например это неприятно и они просто мечтают тебя на этот крюк подвести чудесно ой 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 чё то я счет и ага все понятно значит вот вот люди да нужно наверное какую-то другую точку для обзора выбрать так стоп 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 очень громко нужно какую-то другую точку для обзора выбрать вот отсюда например да готов Отлично Готов, красавчик Молодец, Вита, ты вообще Классно это делаешь Куда он там так настойчиво полз, я понять не могу Ага, ага Ой-ой-ой, тихо Кто? Ты и ты, вы Ты вон того убей Там, там мудак какой-то, да, да Ого, нихрена себе Так, я постою немного, повтыкаю, подойди сейчас Медитация, релаксация Ум-ма Пом О, попал Попал Не попал Всякое бывает, иногда попадаю, иногда нет Да выгляни, выгляни в окошко, падла Давай, и ты тоже выгляни, красавчик Все, все сдохли, отлично, ура По-моему, все А, что я несу, там Там столько стрелочек, блин, на сраном радаре По-моему, все, тут целая куча мудаков Еще один, последний Все, последний Давай, оставляю его тебе, наверное Хотя нет, сам справлюсь, где он там? А где он там делся-то, последний? Давай спрыгнем, наверное И Ага, вот так, да Он с... А, все, вижу, вижу, козла Пум-пум-пум Готов Так, это мы, значит, про глисту про нашего, про лука Здорово, лука О, это мне напоминает ситуацию с Серджио Морелло Он тоже наморал тогда из-под... Там гараж был закрыт, он кричал Попробуй зайти Ох, лука, ну ты и дурак Ты пойми, что терпение и труд, они все перетрут, понимаешь? И твою улыбку с твоей сраной рожей, они тоже перетрут Так я ее открыть не смогу Да сейчас, подожди, сейчас не парься Отходи Тяжелая, как таран Да, давай головой твоей Тяжелая, как таран Пустая, правда Тележкой сейчас будем долбить Твою мать Нехило ты забаррикадировался Ты не сомневайся, попробуют Сейчас так попробуют, тебе понравится Ну Ребятки, давайте, я жду Я жду эффектного О, о, красота Все, кому-то капец Репетур хорошо, кстати, озвучивает Черт бы его побрал Красавчик Прям атмосферы так придает Я сейчас выбираю слух, а потом пущу на фарш Ты со мной? Я Скажи, скажи, что ты уже поел мясо Какое веселье Я и правда хотел, чтобы я его лично убрал Не забивай голову Все будет в лучшем виде Просто чуть дольше Быстро эта тварь у меня не сдохнет Одними руками за Ладно, я пошел От меня несет за квартал Хочу уже помыться Ну че? Эдди, пусть за луку не волнуется Эй, Бинс Открывай дверь Все кончилось Смотри-ка За нас делают нашу работу Какая прелесть Какая прелесть Какой ты хитрожопый кровожадный очкарик Я представляю себе Какие страшные сексуальные фантазии Он сейчас воплотит там в жизнь Отправляйтесь к Эдди в сокол Давайте раз уж такое дело Возьмем тачку Нашего красавца Нашего Джерри Сайнфилда Мать его Похож он на него прям Похож на Джерри Сайнфилда Этот гребаный лук Эй, слышь, а как отсюда выехать? Что, дверь сама откроется, что ли? А, вот так Ну окей Тоже как вариант Вот это красота Взяли, угнали тачилу человека Который нас пытался когда-то В мафию пристроить Не за бесплатно, правда Потому что он хотел нас обмануть Но мы ему отомстили как следует Бедный-бедный лук А что сейчас там с тобой делают? Тот очкарик, наверное, тебе свои дужки От очков в анал просовывает Это, наверное, больно, неприятно Эх Представляю себе Представляю себе, как он там разойдется Этот сраный, мать его Бухгалтер или кто он там Есть такой фильм-эксперимент Это немецкий фильм Там, где обычных людей, по-моему, в камеру Поставили, да, как заключенных И другую группу обычных людей Поставили за ними надзирать И, как бы, и те, и другие Совершенно обыкновенные люди, работяги Но одних сделали заключенными Одних охранниками И вот как там их отношения, значит Развиваются У некоторых из них обнаружились Совершенно там потрясающие Садистские наклонности У этих, казалось бы, обычных людей Мать твою Вот это да Вот это называется Дотринделся Дотринделся просто вообще Рассказывал про какую-то киношку И так влепился просто Так, мать его, влепился Я даже не знаю во что Это не сказать, что в столб Это В какую-то херню, короче В перешеек, я не знаю Но ничего, можно повторить Мне нравится кататься на этой тачке Она клевая Так вот У кого-то из них там обнаружились Страшные садистские наклонности Это я к тому, что Ассоциация вот с этим вот Сраным бухгалтером У меня тут же прям на лету Вот этот фильм Бухгалтер, оно прям проскочило Он же мудак такой Сейчас там щипцами Этому луки там Зубы вырывает И все на свете Не, это жестоко Это, конечно, жестоко Никогда Никогда не повторяйте Такого дома Никогда Только на улице Только на улице Потому что дома Можно будет кровью забрызгать Все Мамка наругает А вот на улице заебись На улице можно мучить Кого угодно Особенно Если это какой-нибудь Ботан у вас С класса Тогда вперед Из песни Так Какая замечательная Добрая шутка была Только что Шутка Это была шутка Надо это уточнить Не думайте повторять-то нигде Ой, ладно Кому я объясняю все равно Все равно Люди не настолько Тупы Чтобы повторять Такие вещи Едем Прямо Заезжаем В мост И слушаем Хлевую музыку Па-пам Па-пам Да Па-пам Па-пам Эта мелодия Такая прикольная Я ее, в принципе Слушал раньше И до того Как играл в эту игру Я вообще люблю Старый рок-н-ролл Старый джаз Мне нравится такая музыка Поэтому И мне нравится В принципе Это время Мне нравятся Эти автомобили Эти гангстерские Все разборки Мне тоже нравится То есть Это в принципе Играть для меня Прям для меня Как будто бы была Твою мать Красный свет И Мудак полицейский Стоит Как я люблю Эту ситуацию Ехать мне еще Ну так Не очень далеко В принципе Доедем Сейчас Ну Долго еще Ты смотри Чувак проехал Чувак же проехал Почему я не могу проехать А Я не могу проехать Потому что Мне красная Ему там наверное Зеленый Да А сейчас будет Наоборот Нет Но это какой-то Пись Все Я уже Я уже хотел Начать Возмущаться Так А ну Какие там еще Есть мелодии Это вообще Не мелодия А Пускай играет Пускай играет Женский голос Какой-то Он такой Хорошо Прослушиваемый Даже Несмотря на то Что она Тихо играет Но женский голос Я более-менее Слушаю Так Еще Еще не очень Скоро Кустики Я вот не помню Тут как в Сан-Адресе Кусты А не Можно сквозь С них ехать Я вот помню В Сан-Адресе Классные такие кусты Они как сраная Блин Бетонная стена Можно танком В них ехать И ты их не проедешь Никак Сумку кинула Ты сумку кинула Я могу подобрать сумку И взять там деньги Это было бы неплохо Так Ой-ой-ой Тихо-тихо Ничего не сбиваем Тут полицейские То что мы едем По встречке Это не страшно По крайней мере Настолько Игра не заморачивается С тем Чтобы нас штрафовать За сраную езду По встречке Пока не врезались Я вот правда не помню В этой игре Если за нами будут Ехать и стрелять Нас будут пытаться Арестовать За превышение скорости Как в первой мафии Потому что в первой мафии За тобой едет Человек 50 Ух ты Че там такое Опа Тихо-тихо-тихо А ну-ка Че происходит Ха-ха Таксиста повязали А какого хрена Вы таксиста повязали Ничего себе Полицейские Замочили человека Просто Произвол Полицейский произвол Вообще нет слов А вы еще кого-то убьете Они еще вон за мужиком бегут Он какой-то чувак Вот опять два Что происходит Вы хотите его арестовать Или что Или это тоже полицей А это тоже наверное полицейский Ребята А че вы Че вы в кустах ходите Я не могу понять Какого хрена вы ходите В кустах Мне хочется тебе объяснить И тебе там ничего не колет внизу Там иголки всякие Я не знаю Веточки Ничего тебе там в яйца не упивается Не упирается А это кто вылез Кто из кустов вылез Что это за Сраная геевечеринка в кустах Объясните мне пожалуйста И почему полицейские хотят остановить Вау Вот это да Потрясающий Потрясающий мир Мафии 2 Просто открытый мир На высоте Когда вы его уже пристрелите Что нибудь сделаете с ним Я не знаю О Стоп Они ему сейчас штраф будут выписывать Или что Да 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 Они ему выписывают штраф То есть Чувак Чувак короче Шел в кустах Чтобы избежать штрафа Но это блин Сцена на миллион долларов Это надо задержаться Посмотреть И че дальше Все лег Он лег Зачем ты почему то сел А они все идут дальше Потрясающе Кого то он боится Он выписал штраф Но он по прежнему Кого то боится Я вот Не знаю Мне прям так и хочется Убить его честно Не знаю почему Просто пойти И застрелить его нахрен И прекратить его мучение Но я этого не сделаю Потому что я Очень добрый человек Это было заметно Это было заметно Так как я дал там Этого луку гурина Насраное растерзание Там Долбаному Бухгалтеру Очкастому То есть Видно было Какой я добрый Короче Пошли Ты действительно хочешь В таком виде Запереться В шикарный ресторан Вито Ты меня разочаровываешь Обалдеть Ты без комплексов Хорошо что он хоть Девушку не кадрит Хороший вопрос Да Слушай Я извиняюсь Я просто прервусь Почему ты не спрашиваешь его Что с ним произошло Вот просто скажи мне пожалуйста Почему ты не задал ему Этот вопрос Почему ты весь в дерьме Вито Вот мне кажется Я бы Я бы это спросил В первую очередь И любой нормальный человек Лука держал их на бойне Как будто это Повседневная вообще Вещь Повседневный момент Совершенно Происходит на каждом шагу Никого Только дюжина телохранителей Луки Вот и все свидетели Было жесткое Слышь Ну ты вообще борзел Стыдится еще меня Теперь иди Помойся Пока ты всем аппетитно Испортил Я бы сказал Помойся Постирайся Погладься Ну боже А ну да Тряпки сожги Разве что так Плюс 5000 Хо-хо Какая красота А че От вас за милию Несет дерьмом Переоденьтесь От вас за милию Несет дерьмом Переоденьтесь Круто От нас за милию Несет дерьмом Поедем Переоденемся Значит Где там Моя машина Купите себе новую одежду В магазине Или переоденьтесь У себя дома Давай наверное Купим в магазине Потому что я не знаю Что будет дальше Может мне скажут Еще куда-то подъехать С другой стороны Может быть мне В принципе Нужно подъехать Сразу домой Там переодеться И собственно Лечь спать Я вот не знаю Просто не знаю Пока попробую так Так Окей Рискую Еду на красный свет Сзади полицейский Могут конечно Прижать Но не прижали Сейчас еще Продавщица Она тоже Просто обалдеет От нашего внешнего вида Я чувствую Но что делать Такова жизнь Если хочешь быть Крутым мафиози Приходится иногда Выпачкаться в дерьме Потрясающая мораль Где магазин А вот он Я немножко неправильно Запарковался Давай открывай Привет Рада меня видеть Рубашка и брюки Посмотреть одежду Не знаю Первое что попалось То и купил О А что Нехилый такой Вариант Минус 35 долларов Отвали сам Козел Чего Куда мне дальше А в мальтийский Сокол Опять же То есть возвращаемся Короче Ну да Правильно я сделал Что не стал домой ехать А то Сдолбаешься Туда сюда Все таки Я разумно поступил Ну прям он Классно выглядит В этой рубашечке Мне прям нравится Не знаю Я же сам себе Такую рубашку захотел Честно говоря Вита поделись Поворачиваем Налево И вот мы практически На месте Где там Наш Эдди Скарпа И что он еще Кстати хочет От меня Я понять не могу Я уж деньги получил Куда-то еще Сейчас поедем Оп Бежим 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 Сейчас будем Разговаривать Так Я готов Пианист Классно Это не костюмчик Это рубашка Баран Ничего себе Вот это Вот это Вот это Опа Давай сажусь Поговорим Ну вообще Кстати Да Может мы Как лох Последний Поступаем И поскольку Джо Давно работал На Карла Я посоветовал Чтобы они Взяли И тебя Нет Надо было бы К Винче Наверное Идти Вот мне кажется Надо было Идти к Винче Показывай Языками Жестов А Я вообще Еще побоялся Что он скажет Не надо Ничего Говорить Просто Отстрочи Минет Как в старой Доброй Вина В тюрьме Было бы Не очень Хорошо Как раз Джо Ты читаешь Мои мысли Я только Об этом Говорил Да Они и есть Чувак Они и есть У них мозгов Не больше Чего Школьников Вообще Без проблем Надо было Все таки Пиджачок Взять Серьезно Удачи А че это он Первый Может я хотел Че волнуешься Да Ну вот Опять же Надо отметить В первой Мафии С отображением Криминального мира Было гораздо Хуже Чем во второй Потому что Тут нам Хотя бы Показывают Обряд Принятия В семью А в первой Мафии Там был Идиотизм Разбили Несколько Машин А потом Ну Добро пожаловать В семью Томми А как же А как же То что будет Происходить Сейчас Клятва Вот это Тамплиеры Нет не сделаю Пошел Черт Черт Средний Палец Покажи Ему Покажи Ему Средний Палец И Нажми На Спуск Прям В глаз Ну Вот Это Больно Наверное Так Окей За мной Что Что эти Двое Тупых Бедланов Без Мозла Уважаемых Уважаемых Гостей Особенно Дону Фрэнку Винчи И Его Наверное Удивитесь Что я снова Пошел На риск Проведя Почти Семь лет Нет Не удивимся Ты Но Я Слишком Долго Выполнял Чужую Грязную Работу И Был Готов Рискнуть Чем Угодно Чтобы Наконец Стать Кем То Кем То О Блин Как Много Роликов Подряд Я Прям Офигево Пошла Веселая Жизнь У меня У меня Такое Ощущение Что Вот Это Вот Это Просто Трейлер Взяли Короче К Игре И Прокручивает Нам А теперь Короче Хорошие Времена Или Что Я Чет Не Могу Перевести Это Адекватно На Русский Язык Но Факт Тот Что Ребята Сейчас Грубо говоря Снимают Сливки Они Проживают Сейчас Лучшие Времена Своей Мафиозной Карьеры Когда Посыпались На них Первые Бабосики Настоящие Когда Они Могут Убивать Направо И налево Избивать Людей Пытать Людей Я не знаю Вита Глава 10 Это означает Что Вита Прикупил Новую Хату Обслуживание В номерах Вилла Скалетта 15 февраля 51 года Не успел Прочитать Вилла Скалетта Вот в такой Охрененной Хате Мы теперь Живем И на этом Я думаю Можно закончить Это было Прохождение Мафии 2 Если понравилось Это видео Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Пишите что-то В комментариях И всем Счастливо Всем удачи Всем пока